Привет! С вами Виконста. Сейчас выдвигаюсь в магазин делать покупки на 100 рублей. Посмотрим, сколько же в Донецке можно купить всякой еды на сотку. Ну и, конечно же, в итоге приготовим на кухне что-то. Вам эта рубрика очень нравится, я знаю, поэтому, если вам не тяжело, обязательно поставь сразу палец вверх. Ну и в конце этого видео напиши абсолютно любой креативный комментарий, который поможет этому видеоролику выдвинуться в топ. Меньше слов, больше дела. Погнали в магазин! Возьмем картошки немного. Картошка на 14 рублей. Луковицы. 8,43. Так, в принципе, по овощам все. Возьмем один банан. На 14,55. Сейчас пойдем на мясной отдел, посмотрим, что там продается. А этот любительский фарш, чего он? Куриный, да? А можно рублей на 40 фарша. Пусть будет на 34 рубля, не надо. Спасибо. Парш на 34 рубля. Идем за хлебом. Возьмем... Возьмем булочку за 5 рублей. Так, ну что, в принципе, картошку мы отварим. Сделаем фарш с луком. И можно еще будет что-то на десерте взять сладенького. И еще возьмем вот такой сырок. Без глазури. За 25 рублей. Я думаю, будет достаточно. 20? Нет. 100. Спасибо. Вышел я с молока. Чек у нас получился на 101 рубль. Ну, рубчик это не критично. Погрешность всегда присутствует. Ну и, конечно же, сейчас отправляемся все это дело готовить. Ну вот мы и на кухне. Картошка. У нас будет отварная. И добавим ее в котлеты к фаршу. Банан на десерт. Фарш куриный. Это на котлеты. Две луковицы. Две луковицы. Булочка. 5 рублей. И на десерт, на закусочку сыру. В общем, давайте приступим к готовке. В принципе, бюджет у нас ограничен. Можно абсолютно разные продукты покупать и делать. Если у вас есть какие-то еще варианты, обязательно в комментариях пишите, что можно купить на 100 рублей, чтобы было сытно, вкусно и полезно. Сначала овощи промоем. А потом уже будем, соответственно, нарезать. Чистим картошку. Видели? На матрешку похоже. Я раньше чистил картошку ножиком. А сейчас вот прикупил такую овощечистку. Но у меня была со стали. А эта керамическая. Ну, в принципе, она ничем не отличается. Но, не знаю, время экономит неплохо. Слой небольшой счищает. Как раз то, что нам нужно. Теперь чистим лук. И вторую луковицу. Лук хороший, большой. Сейчас как раз начинается сезон продажи овощей. Кому интересно, лучше всего подешевле купить овощи на оптовых базах. Там цена намного ниже, чем в супермаркетах. И все это дело промываем. И все это дело промываем. И добавляем одну луковицу прямо туда. Видите, получается какой у нас фарш. Сейчас останется немного посолить, поперчить. И добавить картошки сюда. Для того, чтобы эта смесь немножко закрепилась. Чтоб не разваливалась. Осталось нам посолить и поперчить. Увлекаться сильно не будем. Так, для запаха. И посолим. Будет достаточно. Можно будет еще даже картошки добавить. Чуть-чуть. Чтобы они получились понасыщеннее. Давайте так и сделаем. Будет картошечно-мясные котлеты. Ну а почему бы и нет. Люди картошку едят, едят. В желудке все равно все перемешивается. Перемешивается. В какой последовательности. Ну, это кому как нравится. А так чисто эстетически, да. О, видите. Оно более жестче так становится. И можно уже будет лепить что-то. Не получатся котлеты. Просто пережарим этот фарш и все. Теперь берем муку. Высыпаем на тарелку. Немножко. Чтобы котлетки у нас держались. Думаю, вот так достаточно будет. И после этого берем фарш. И вот так с руки на руку перекидываем. Чтобы котлеты держались. Такими махинациями, видите. И получаются у нас вот такие лепешки. Ну, в принципе, вы поняли. Я вам на одной покажу. А сейчас будем уже, в принципе, включать печку. Жарить котлеты. Картошка у нас почищена. И вот получаются вот такие лепешки. Смотрите, сколько фарша и котлет получается. Ну и все. И обволакиваем вот так в муку. Чтобы они закрепились. И все. Высыпаем это все дело на сковородку. И начинаем жарить. Добавляем немного масла. И ждем, когда у нас сковородка нагреется. В принципе, все. Можно еще дополнительно взять тарелку. Для того, чтобы отдельно делать котлет. Все, первая котлета у нас готова. Сейчас остальные сделаем. Используйте фаршку. Протираем сразу же со стола. Огонь нужен небольшой, поэтому смотрите. В данном случае у меня на пятерке стоит. Не знаю как у вас там Печка настроена, но на средний в общем. У нас получилась огромная котлета, но ничего, да вид имеет значение, но в нашем случае не имеет. Дальше пока котлеты у нас готовятся, ставим воду и будем варить картошку. Ставим воду на семерку. Вода у нас закипает и сейчас можно бросать картошку. Две матрешки и круп. В принципе пусть кипит, уменьшим только мощность. Давайте немножко накроем, чтобы не так брызгало. Когда еда готовится, мы быстренько помоем посуду. Еще, я думаю, минутки две-три и будем снимать котлеты. Видите, муки мало добавил, потихонечку разладится, но ничего. Это у нас зажаристая получилась. Рубленые котлеты. Все-таки куриные пацаны, не знаю, с чего они делают, но с каких-то остатков. Но он не так жарится, как свиной. И ничего страшного. Нам главное, чтобы было вкусно, а то все остальное ерунда. У нас канал развлекательный, познавательный, поэтому мы не отчаиваемся, что они разлезлись. Ну а кстати, вы же потом в комментариях обязательно напишите, что я неправильно сделал. В этом и вся фишка. Если бы у меня все получилось бы, то какой смысл от ролика? Вы и так это все прекрасно делаете и знаете. Ну а я жду от вас правильных и самое главное креативных комментариев. Потому что без вас никуда. Да, кот? Будешь кушать котлеты? Да, Милка? Будет. Вот видите, кот будет. Кот в любом случае за любой кипиш. Ну ничего, сейчас еще чуть-чуть и будем кушать котлеты. Еще, я думаю, минутки две и можно снимать, чтобы не пережаривать их. Будем выкладывать на тарелку. Большую такую. И тебе дадим, конечно. Да, 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 да. Кот, ты хочешь в камеру попасть? Тебя не видно. Ну, когда будем кушать, обязательно тебя покажем. Все, эту, в принципе, котлету можно вытаскивать. Раз. И два. А это чуть-чуть еще пусть поджарится. Видите, какая красота. Вот две котлеты получилось. Именно четко. А эти, видимо, плохо отбил. Бог с ними. Это коту пойдет. Чтобы меньше ему жевать. Что у нас здесь с картошкой? Давайте возьмем ножик, попробуем проколоть. Да, картошка уже сварилась. Сколько тут? Я еще добавил таймер. 6 минут, но смотрю, что она отваренная. Ну, мы ее в пюре делать не будем. А так целенькую поедим, порежем на кусочки и все. Ну и, в принципе, все, готовка заканчивается. Повеселились мы немножко с этими котлетосами. Ну, ничего. Сейчас выключаем и будем приступать к трапезе. Достаем теперь картошку. И достать. Чик. Вот это. Разварилось классно. Два. И три. В общей сложности получилось 21 минута у меня на картошку. Видите, как режется раз. Разваливается. Все, это выключаем. И теперь остаток котлет достаем и тоже, в принципе, выключаем для кота. Я готовил на двоих, хотя в видеоролике можно сказать, что это все будет на одного, но мы вот коту попробуем немножко дать. Сейчас оно остынет. Видите, какой вид презентабельный. И сейчас кота позовем. Милка, будешь кушать? Милка, будешь кушать? Да? Ну, сейчас чуть-чуть остынет и будем вместе трапезничать. А ну, кушаешь? Милка. Ну, как скажи? Горячая, да, еще? Ну, потерпи немножко. В общем, кот оценил. Одобряешь, да, котлеты? Сейчас чуть-чуть подостынет и будешь кушать. Ну, хотя оно уже теплое. Поэтому, ладно, сейчас мы тоже будем начинать. Или ты хочешь эту? А? Милка? Кисена. В общем, приготовили. Сейчас будем садиться уже. У меня тут, конечно же, вкуснее все. В общем, получилась у нас вот такая вот еда. На 100 рублей приготовили мы сегодня картошку, котлеты. Сейчас купить банан. Еще наклейку вот не снял. Ну, с кожурой пойдет. Булочка и сырок в белой глазури на закуску. Вот это пойдет на закуску. Ну, это хлеб, соответственно, вместе с картошкой можно будет поесть. Давайте приступим. Кто со мной кушает, тому приятного аппетита. Ну, картошка есть картошка. Самое главное, котлеты. Хотя тут порезать я не нужно. Посмотрим, что у нас получилось. Немного соли маловато. Вот так, в принципе, нормально, я бы сказал. Это будет лучше, чем вы купите за 100 рублей хот-дог. Хотя хот-дог по-своему вкусный. Хотя сейчас за 100 рублей мало что из быстро пита вы сможете приобрести. Ну, что могу сказать. Денег было мало, бюджет ограниченный. Ну, вот получилось приготовить порцию для себя. Ну, и плюс коту. Не, реально вкусно. Еще плюс у нас остался один лук в запасе. Поэтому при выборе можно это учитывать. Опять-таки, пишите откуда вы. Какие у вас цены на продукты. И сможете вы или купить вот это вот все за 100 рублей у вас. Может у вас какие-то другие валюты. Ну, не столь важно. Это около $1.20, $1.17. Вот так. Ну, курс природы. В общем, всем приятного аппетита. Спасибо, что просмотрели. Если вам нравится такой формат видеороликов, мы будем пробовать, чередовать, может быть, несколько с другими видеороликами. Ну, а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.